Приветствую дамы и господа, это билд на дуал гэп на передовой позиции, я буду показывать его за кибран. Делать будем через раш транспортника и конечно же через экономику. То есть будем играть больше от защиты, но с небольшим, скажем так, микро сюрпризом для своего оппонента в виде флота Т2. Начинаем конечно же с завода, делаем 4 масс экстрактора и потом командиром подходим ближе сюда. На заводе заказываем 6 инженеров, михмарина или лаба, смотря за какую фракцию играете, и потом много инженеров. Делайте этот приказ сначала в сторону гидрокарбонки. Почему от экономики, да, не от агрессии, потому что агрессия на мину, на дуал гэп, она часто будет приводить к тому, что вас просто будет снайпить. То есть вы опасный игрок, да, вы выходите и подставляетесь под угрозу и соответственно вас как бы желательно заснайпить. Я сейчас буду делать билд через 2 инженера, которые сразу идут на гидрокарбонку. Так, командир, пересшиф тоже помогает. Вот, а третий инженер с завода уже идет реклеймить лес. И у нас как раз должно хватить энергии, чтобы быстрее зарашить гидрокарбонку без реклейма леса. Этот реклейм леса вторым или третьим инженером может реклеймить лес. Очень важен, потому что без него у вас не получится ни быстрого транспортника, ни хорошая экономика. Как видите, у нас энергия тока начала кончаться, и у нас этот инженер наш спасает. Дальше все инженеры, которые выходят, они ассистят одного инженера, который изначально строил гидрокарбонку. Этот лаб нужен для того, чтобы защититься от потенциальных забеганий лабов противника. Они могут бежать прямо с базы. В воздушной фабрике заказываем транспортник, истребитель, разведчик, бомбардировщик, истребитель, разведчик, истребитель. Ну, примерно так. Ну и все. Точку выхода транспортника с воздушного завода, точнее, ставим куда-то сюда, чтобы транспортник вылетел, сразу сюда полетел. Вот. Командиры сразу через shift можно послать уже сюда. Вот. Сейчас важно зажать, выделить инженеров, и через shift выделить еще и мехмарина. Если просто так обведете, видите, выделяется только мехмарин. Мы уже их выделили, посадили, и через shift управляем на выгрузку. Следующий инженер, который выйдет, должен строить генераторы, аккумулятор. Генераторы, аккумулятор, генераторы. Примерно на глаз. Ну, не слишком много, не слишком мало. Так. Мы управляем транспортником. Одного инженера дропаем сюда, между камнями и мексами. Четыре оставшихся инженера дропаем сюда. И shift, alt, pkm. У вас транспортник полетит, будет искать там вражеских инженеров. Истребителя на прикрытие, разведчика на разведку. Этим инженером собираем камушки, захватываем мексы и здесь прокликаем каотично. Здесь ставим завод, масс-экстракторы, потом камни. Ну и потом еще через три завода можно сыграть. С этого завода сразу заказываем какой-нибудь спам, зениточку, артиллерию и так далее. Добавляем инженеров на ассист инженеру, который строит генераторы. Здесь всего три инженера будут строить генераторы. И к этому таймингу у вас превоился бомбер. Возможно, вы увидите каких-то вражеских инженеров. Вот. И там мы их попытаетесь заснайпить. Я, видите, как пользуюсь горячим клавишами, то есть я пользуюсь горячей клавишей, у меня она стоит на С, выделить свободного ближайшего инженера. И посылаю рекламить их камушки и прочее. Со второго завода, который делается на Меду, я делаю бесконечные инженеров, которые сначала будут рекламить лес. Четыре я посылаю на лес, а потом остальных рекламить камушки. Видите, у нас копится масса энергии. Ставлю мексы на прокачку и начинаю здесь апать масс экстракторы. Энергия начинает сливаться жестко, но из-за того, что у нас сейчас здесь будет появляться инженеры, которые рекламят лес, в целом энергии у нас должно будет хватать. Ну и тем более он сейчас застроится истребитель, который употребляет целых 73 энергии для постройки, да? Но у нас энергии сейчас должно будет хватать. В принципе, завод нам больше уже особо-то и не нужен. Все, этот завод тоже ставим на прокачку. Сейчас у нас два инженера уже будет рекламить, и у нас уже не хватает массы. Не хватает массы, значит парочку инженеров посылаем рекламить эти камушки. С этого завода у нас делается спам тоже. То есть, опять же, двух заводов спам. С этого завода делаются у нас инженеры. Этот завод у нас апается в Т-2. Вот. Командира и еще парочку инженеров я посылаю на этот завод. Инженеры, которые тоже там строил все эти заводы, я посылаю на реклейм передовых камушков. Горячая клавиша С выделить инженера. С реклеймить. Ну и все. Сейчас наша задача выходить в технологии, бункериться и апать экономику. Тут можно немножко подпотеть и прокликать грамотно. То есть, АПМО с экстрактор, ставим хранилище. АПМ2 масс экстрактора, ставим хранилище. Ставим АПМ2 масс экстрактора, хранилище. Два масс экстрактора, хранилище. Видите, у нас достаточно хорошо хватает экономики. Так, ну я здесь переборщил. Я обычно четыре инженера посылаю на реклейм леса. Зажатой клавишкой Shift двигаем этот приказ. Ну и вот тайминг примерно до шестой минуты. У вас должен уже появиться Т-2 завод. Перезаказываю пять инженеров. Ну это микрофишка, чтобы чуть-чуть увеличить тайминг строительства. Этот инженер может рейкл патрулировать. Тоже на горячую клавишу. Т-2 завод, кстати, появился. Можете сразу себе апнуть завод и сделать Т-2 инженеров, чтобы на базе поставить щиты. Ну, можете, в принципе, просто попросить Т-2 инженера у союзника. Вот. И все. Самая основная задача у нас сейчас успеть забункериться до того, как нам придет там злые спамеры. Вот. Всеми инженерами, которые здесь есть поблизости, можете строить турельки. Одну или сразу там две. Если видите, что там опасность высокая, да, то турельку можете вообще строить здесь. За заводом. За танковым заводом. Вот. Ну, предположим, что там есть под спам. Вот. Если видите, что какой-то оппонент зарашил Т-2 на командире или что-то, или там, или завод, можете сразу поставить ТМДшку, чтобы про нее не забыть. Иначе вас обязательно будут пулять тактички. Тактички, флаг, щит. Ну, может и еще одну турельку поставить. Все, эти заводы, в принципе, нам не нужны уже. У нас уже есть Т-2 технологии, чтобы строить турельки. Собираем эти заводы. А здесь распаузим больше мексов. Ну, в принципе, я опять перепроклики, хотя этих инженеров можно было послать просто на ассист каким-то инжам уже. Массы свободны много. Видите, опять распаузим еще эти мексы. У нас очень быстро докачивается Т-2 масс экстрактора. Здесь у нас, кстати, доделался завод. Сейчас наша задача будет, в первую очередь, построить Т-2 генератор себе. Потом два щита, потом еще один Т-2 генератор. Все, на центре у нас достаточно все своего. Мы прореклаймили лес, мы прореклаймили свои камушки. Турельки не дают нормально здесь занять эти масс экстракторы. Да, то есть, напомню, мы играем не агрессивно. Это билд не агрессивный. Вот. И в целом, где у нас там Т-2 инженер? Примерно вот здесь я делаю генератор, чтобы потом построить к нему щит, который закроет щиты. Потом здесь щит, и здесь еще генератор. И потом между ними аккумуляторы. Вот примерно вот такое. Мне нравится после этого строить. Так, после этого аккумулятора, после этого масс экстрактора, я всеми инжами буду помогать строить этот Т-2 ген. Мне он сейчас очень нужен. Вот. Но масса есть, свободная. Делаем здесь дополнительные масс экстракторы. Все, масса полетела вниз. Это хорошо. Так, этих инженеров уже давно убили. Ну, здесь они ничего не собирают. Возможно, у вас все пойдет вообще не так. Но билд это всегда, ребят, имитация идеальной ситуации. Когда у вас оппонент тоже там не сильно-то и хочет вас пушить. Кстати, здесь можно пока запаузить. Видите, нам не особо нужно много билд пауэра, а сейчас да, нам нужно больше экономики. Поэтому билд пауэра, спам билд пауэра мы приостанавливаем, да, то есть спам спам инженеров. А вот масс экстрактора мы докачиваем. Все, у нас сейчас есть Т-2 генератор. Сейчас у нас появятся уже щиты. От суперфастбомбера мы, конечно, в любом случае не успеем защититься, но от стандартного фастбомбера, да, там, который прилетает после 10-й, мы за ДФЦ успеем. Здесь, в принципе, инженерами тоже можно будет закрыть эти масс экстракторы. Возможно, там вообще будет артиллерия противоставиться или еще что-то. Вот. И далее все, что осталось, я предлагаю направить и сделать себе по-быстрому Т-2 флот. Снимаем спауз, добавляем инженеров. Все, у нас все масс экстракторы Т-2, 10-20 на таймере. Немножко подускорю. Ну, в этом моменте, когда у вас есть уже один Т-2 генератор, у вас уже есть все Т-2 масс экстрактора на центре, вы должны теперь в приоритете для себя выбрать, что вы будете делать. Первый вариант это сразу прокачивать Т-3 масс экстрактора, что будет, ну, практически всегда правильно. И второй вариант это попробовать, ну, допустим, напасть на вашего оппонента. Да, сейчас у вас экономики ровно столько, чтобы, ну, можно было бы, не жалко было бы построить там парочку дестройеров в морской факторке. Вот. Что мы, в принципе, сделаем? Ну, мы играем за кибром, сделал одного дестройера и крейсера, потому что они плюс-минус стреляют одинаково. Всеми инженерами зарашу. Видите, энергии все равно хватает, хотя мы там все еще где-то все еще где-то собирается энергия, ну, что ли, что? А, да, где-то парачки инженеров собирают. 11.30 у нас готова факторка. Ну, и рашем диестра. Видите, масса все равно копится, то есть можно даже будет потихоньку все равно себе апнуть мекс параллельно с этим дестройером. Просто, если вы не делаете факторку, у вас намного раньше появится Т3 мекс. И, опять же, еще раз объясню, тут важно понимать, да, либо Т3 мекс, либо флот, либо еще что-то, да, то есть спам, вариант спам по земле не рассматриваю, потому что это должно ехать куда-то далеко к противнику, это могут задефать, вы подаряете кучу масс и так далее. А флот, флот более саевого, потому что флот сам по себе стреляет очень далеко и стреляет примерно от ваших позиций. Сам флот по себе очень мощный. Вот, может легко выбивать вражеские бункеры. И два дестройера плюс завод вам обойдутся примерно столько же, сколько один Т3 масс экстрактор. И видите, он будет стоять примерно в нейтральной территории и будет хорошо обстреливать противника. Вот. После этого крейсера, ну, я думаю, что особо нет смысла сделать больше флота, да, то есть у вас есть защита от каких-то торпед, у вас есть хороший осадный потенциал, чтобы напрягать противника. Дальше ваша задача просто выкачивать масс экстракторы. вот, правда, все мексы сразу распаузивать не стоит. Вот, ну и в какой-то момент следить, да, то есть, если сейчас, допустим, не хватает массы, можно, в принципе, даже завод этот разобрать, если вы прям, ну, совсем хотите побыстрее мексы апнуть. Видите, сейчас мне хватало массы, а следующий масс экстрактор мы будем делать, у нас уже пойдет энергия в минус. Поэтому после третьего мекса в целом вы можете добавить уже еще Т2 генератор. И, кстати, тоже супер важная вещь, да, после 15-й минуты ваш командир на центре уже не должен быть. В целом командиры вы можете уходить уже после того, как построили бункер, то есть до 10-й минуты вы можете уже уйти командиром на базу. Потому что, ну, по сути, если прямо сейчас вашим базам не угрожает ничего, да, командир вам особо там и не нужен. Командир нужен только для того в этом билде, чтобы, если что, сделать на него ган и отбиться от какого-то наступления. то, чтобы просто закрыть вражеского командира. Для всего остального у вас есть Т2 инженерчики для турелек, щитов, флаков и так далее. Ну, и здесь ускорю, просто покажу, например, на каком тайминге у вас будут Т3 масс-экстракторы. Можно уже распаузить, можно начинать строить хайвы. Вот, дальше выходите во что вы хотите. Хоть хотите, выходите в сокушек, хотите, выходите там в воздух. Вот. Ну, и в принципе, если у вас есть кебраны, вам особо-то и не нужны больше будут инженеры, вам нужны уже будут хайвы. Ну, и как видите, до 18-й минуты вы уже выйдете в Т3 Мексы. Вот, дальше, конечно, вам нужно будет командира качнуть в Расик, и все, ваша экономика готова. Вот, и когда вы делаете Расик, вам нужно либо будет больше Т2 генераторов, вот, либо нужно будет просто спамить в чат, что? Е, правильно. На этом, я думаю, билд можно закончить. В целом, видите, что, примерно, там, ну, на 16-е, не знаю, в целом, у вас уже будет 3 Мас экстракторы, какая-никакая защита, вы можете пробивать экономику оппонента, понадоедать ему, если он, конечно, не спамит дорогущую Т2 артиллерию, да, вот, но дорогущую Т2 артиллерию вы можете отличать, в принципе, своей артиллерией, если он будет подстраиваться к вам турелями, вы можете в любой момент нажать строить себе какие-то ракетницы, если там подстраиваться спам, вы можете всегда заказать стенки и дополнительные турели, и в целом, все, ваша задача это экономика, это наиболее надежный способ играть дуалгэп, даже на передовых позициях. На этом, билд закончен, в целом, думаю, что более чем достаточно объяснил, спасибо, ребят, за внимание, всем удачи, всем хороших побед.